Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотели пожелать вам приятного просмотра. Дорогой Акура Монг является переводчиком данной, соответственно, редактуры DSM-5. Я являюсь чтецом. И... Нарцистическое расстройство личности. Диагностический критерий 301.81 F60.81. Нарцистическое расстройство личности – это широко распространенный образец грандиозности в фантазиях и поведении, потребности в восхищении и отсутствии сочувствия. Начиная с подросткового возраста, он присутствует в различных контекстах, как указано в девяти пунктах. Пункт первый – грандиозное чувство собственного достоинства. Например, преувеличение достижений или талантов, страстное желание о признании бесцеразмерных достижений. Пункт второй – озабоченность фантазиями о неограниченном успехе, силе, блеске, красоте или идеальной любви. Пункт третий – предположение, что человек сам по себе является особенным или уникальным и может быть понят только другими особенными или уникальными, высоко поставленными людьми или учреждениями, и он должен общаться и работать только с ними. Пункт четвертый – потребность в чрезмерном восхищении. Пункт пятый – чувство собственной правоты, то есть необоснованное ожидание особо благоприятного обращения или автоматического подчинения ожидания. Пункт шестой – межличностные манипуляции, то есть использование других для достижения собственных целей. Пункт седьмой – отсутствие сочувствия, нежелание признавать чувства и потребности других или отождествлять их с ними. Пункт восьмой – непрекращающаяся ревность окружающих людей или предположение, что другие им завидуют. Пункт девятый – выраженное высокомерие, надменное поведение или отношения. Диагностические особенности Существенной чертой нарциссического расстройства личности является широко распространенный образец грандиозности – потребность, восхищение и отсутствие сочувствия, которое, начиная с подросткового возраста, присутствует во всех аспектах и контекстах жизни. Люди с этим расстройством обладают грандиозным чувством собственной важности – смотреть в пункт один. Обычно они переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения. Часто выглядят хвостливо и претензиозно. Они могут беззаботно полагать, что другие придают такую же ценность их усилиям и могут быть удивлены, когда похвала, которую они ожидают, отсутствуют. Часто завышенные суждения о своих достижениях подразумевают недооценивание, а также обесценивание вклада других людей. Люди с нарцистическим расстройством личности часто озабочены фантазиями о безграничном успехе, силе, блеске, красоте или идеальной любви. Смотреть критерий два. Они могут размышлять о давно назревающих планах, о собственном успехе, восхищении окружающих, а также получении вместе с этим особенных привилегий. Нарцистические личности любят сравнивать себя со знаменитыми и привилегированными людьми. Люди с нарцистическим расстройством личности считают, что они выше, особеннее и уникальнее других людей. Они ожидают, что другие признают их таковыми. Смотреть пункт третий. Они могут чувствовать, что их могут понять только другие люди, обладающие особенным статусом или высоким положением. И что им следует общаться только с такими людьми, которые наделены уникальными, совершенными или одаренными качествами. Люди с этим расстройством считают, что их потребности особенные, недоступные для понимания других людей. Их собственная самооценка повышает, то есть отражает идеализированные ценности, которые они приписывают тем, кем они связаны. Они будут стремиться держать связь и окружать себя специалистами высокого ранга. Известными врачами, юристами, популярными парикмахерами. Или будут стараться связать себя с лучшими учреждениями. Но могут обесценивать авторитет тех, кто их разочаровывает или не восхищается им. Смотреть пункт четвертый. Их самооценка всегда очень хрупкая. Они могут быть озабочены тем, насколько хорошо у них идут дела. И насколько благосклонно к ним относятся другие. Это часто принимает форму потребности в постоянном внимании и восхищении. Они могут ожидать, что их прибытие будет встречено помпой. И будут удивлены, если другие не оправдают их ожидания. Они могут постоянно искать комплименты. Часто обладают большим обаянием, чувственной собственной правоты, проявляющейся вне обоснованном ожидания. Они ожидают, что все их должны обслуживать. И недоумевают. И приходят в ярость, когда этого не происходит. Например, они могут предположить, что им не нужно стоять в очереди. И что их приоритеты настолько важны, что другие люди должны подчиняться им. А затем раздражаются. Когда другие люди не уступают и не помогают в их очень важной работе. Это чувство собственной правоты в сочетании с отсутствием чувствительности к желаниям и жажде других может привести к сознательному или невольному манипулированию другими людьми. Смотреть, что они ожидают, что им дадут все. Все, что они захотят. Или считают нужным. Независимо от того, что это может значить для других. Например, эти люди могут ожидать большой самодачи от других. И могут перегружать их в дела, не обращая внимания на их жизнь. Они склонны заводить дружбу или романтические отношения только в том случае, если им кажется, что другой человек будет продвигать их к цели или иным образом повышать их самооценку. Они часто узурпируют особые привилегии и дополнительные ресурсы, которые, по их мнению, заслуживают. Потому что они такие особенные. Люди с нарциссическим расстройством личности обычно не обладают эмпатией и испытывают трудности с распознаванием желаний, субъективных переживаний и чужд других. Смотреть, что они не могут считать, что другие полностью озабочены и благополучены. Они склонны обсуждают свои собственные проблемы в неуместных и длительных деталях, не понимая, что у других тоже есть чувства и потребности. Они часто относятся к другим с презрением и нетерпеливостью, не выслушивают проблемы и заботы других людей. Эти люди могут не обращать внимания на ту боль, которую они могут нанести, своими замечаниями. Например, энергичные слова бывшего любовника. Теперь у меня отношения на всю жизнь. К востворству, здоровьем, перед больными людьми. Когда они осознают потребности, желания или чувства других, они, вероятно, пренебрежительно расценивают это как признак слабости или уязвимости оппонента. То есть те, кто общается с людьми с нарцистическим расстройством личности, обычно обнаруживают эмоциональную холодность и отсутствие взаимного интереса. Эти люди часто завидуют другим или считают, что другие завидуют им. Пункт 8. Они могут завидовать другим, их успехам или имуществу. Они чувствуют, что они больше заслуживают этих достижений, успеха или имущества других. Они могут резко обесценивать вклад других, особенно когда эти люди получили признание или похвалу за свои достижения. Этим людям свойственно высокомерное, надменное поведение. Они часто проявляют снобическое, пренебрежительное или покровительное отношение к людям. Смотреть пункт 9. Например, человек с этим расстройством может пожаловаться на грубость или глупость, неуклюжесть официанта или завершить медицинское обследование с нисходительной оценкой своего врача. Сопутствующие функции, поддерживающие диагноз. Уязвимость самооценки делает людей с нарциссическим расстройством в личности очень чувствительными к психологическим травмам. В результате критики или поражения, хотя они могут не проявлять этого внешне, критика может преследовать этих людей и вызывать в них чувство унижения, непонимания и пустоты. Они могут отреагировать презрением, гневом или дерзкой контратакой. Такой опыт часто приводит к социальной изоляции или проявлению смирения, которое может маскироваться и защищать грандиотность. Межличностные отношения обычно ухудшаются из-за проблем, связанных с правом, потребностью восхищения и относительным пренебрежением чувствам других. Хотя чрезмерные амбиции и уверенность могут привести к высоким достижениям, их производительность может быть нарушена из-за нетерпимости к критике или поражениям. Иногда профессиональная деятельность может быть очень низкой, что отражает нежелание идти на риск в конкурентных или других ситуациях, в которых возможно поражение. Устойчивое чувство стыда или унижения и сопутствующая им самокритика может быть связаны с социальной изоляцией, депрессивным настроением и стойким депрессивным расстройством в 10 минут или большими депрессивными расстройствами. Например, длительным периодом грандиозности могут быть связаны с гипоманиакальным настроением. Нарцистическое расстройство личности также связано с нервной анорексией и расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ. Особенно связано с употреблением кокаина. Истерические, пограничные, асоциальные и параноидальные расстройства личности могут быть связаны с нарциссическими расстройствами личности. Распространенность Оценка распространенности нарциссического расстройства личности, основанная на определениях DSM-4, колеблется от 6% в выборках в сообществе. Развитие Нарциссические черты могут быть особенно распространены у подростков и не обязательно указывать на то, что у человека будет нарциссическое расстройство личности. Люди с нарциссическим расстройством личности могут испытывать особые трудности при адаптации к физическим или профессиональным ограничениям, присутствующим в процессе устарения. Диагностические вопросы, относящиеся к гендерным отличиям. Среди людей с диагнозом нарциссическое расстройство личности от 50% до 75% составляют мужчины. Дифференцированная диагностика. Другие расстройства личности можно спутать с нарциссическим расстройством личности, потому что у них есть определенные общие черты. Поэтому важно различать эти расстройства личности на основе различий и их характерных особенностей. Однако, если у человека есть особенности личности, которые способствуют критериям одного или нескольким расстройством личности, в дополнение к нарциссическому расстройству личности, все они могут быть диагностированы. Самая полезная черта в различии нарциссического расстройства личности от социопатического расстройства личности и от пограничного расстройства личности, при которых индивид, характеризующийся импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации. Для нарциссического же расстройства личности могут быть характерны все те черты или только некоторые из них. Однако, главным отличием у нарциссического расстройства личности является присутствие ощущения собственной значимости и грандиозности. У нарциссического расстройства личности более стабильная самооценка. В ней отсутствует тяга к саморазрушению, импульсивному поведению, беспокойству об одиночестве. Нарциссическому расстройству личности характерно чрезмерное грандиозное достижение, чрезмерная гордость за достижение, относительное отсутствие эмоциональной демонстрации и презрение чувствительности других помогает отличать нарциссическое расстройство личности от истерического расстройства личности. Хотя люди с пограничными, истерическими и нарциссическими расстройствами могут требовать много внимания. Люди с нарциссическим расстройством личности особенно нуждаются в этом внимании, чтобы ими восхищали. Люди с асоциальными, нарциссическими расстройствами личности имеют тенденцию быть жесткими, бойкими, поверхностными, манипулятивными и бесстрастными. Однако, нарциссическое расстройство личности не обязательно включает в себя такие характеристики, как импульсивность, агрессия, обман. Кроме того, люди с антисоциальным расстройством личности могут не так сильно нуждаться в восхищении и признании других. У людей с нарциссическим расстройством личности обычно отсутствует история антисоциального поведения в детстве или преступного поведения во взрослом возрасте. В обоих случаях нарциссическое расстройство личности и обсессивно-компульсивное расстройство личности может приводить к чрезмерному перфекционизму и требованиям подобного поведения от других. В отличие от сопутствующей самокритики людей, страдающих обсессивно-компульсивными расстройствами личности, люди с нарциссическими расстройствами личности с большей вероятностью верят, что они достигнут успеха и совершенства в своих делах. Подозрительность и социальная самоизоляция обычно отличают людей с шизотипическим или параноидальными расстройствами личности от людей с нарциссическими расстройствами личности. Когда эти качества присутствуют у людей с нарциссическим расстройствами личности, они возникают в основном из-за страха перед выявлением недостатков. Многие очень успешные люди демонстрируют черты личности, которые можно расценить как нарциссические. Только когда эти черты негибкие, адаптивные, устойчивые, вызывают значительные функциональные нарушения или субъективный стресс. Они составляют нарциссическое расстройство личности. Мания и гипомания. Грандиозность может возникать как часть маниакальных или гипоманиакальных эпизодов. Но связь с изменением настроения или функциональными нарушениями помогает отличать эти эпизоды от нарциссического расстройства личности. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Нарциссическое расстройство личности также следует отличать от симптомов, которые могут развиваться в связи с употреблением психоактивных веществ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова